Только за последние 10 лет российский рынок труда в IT-сфере вырос в 18 раз. И это не предел. Якутия не отстает. Проводятся различные конференции и семинары. Одна из таких площадок – конкурс «Моя профессия IT». Заявки принимаются до 18 марта включительно. Подробнее расскажет Петр Говоров. Дуалан Лугинов и Андрей Торговкин – школьники, которые с компьютером давно на «ты». В прошлом году парни стали бронзовыми медалистами Олимпиады «Моя профессия IT». Ребята разработали приложение для родителей. Наш проект был под названием «Лайф Гуард». Это приложение, которое связывает и родителя, и ребенка. Наше приложение помогает отслеживать ребенка. Ребенок, когда попадает в трудные ситуации, он запускает наше приложение. И родителю сразу передается эта информация. И таким образом спасает ребенка. Сейчас юные программисты занимаются собственными проектами. Андрей делает первые наброски для компьютерной игры о космосе. Так, космическая игра, в которой игрок должен быть в роли Илона Маска. Эта идея понравилась, и я хочу это воплотить в жизнь. Участники «Моя профессия IT» соревнуются в создании программ, моделировании, графическом дизайне. Победители получают не только дипломы и медали. Главное – возможность обучаться в лучших вузах России. Илья – финалист прошлого года. Сегодня студент-первокурсник Санкт-Петербургского национального университета информационных технологий. «Сразу я знал, что ITMA – это отличный университет для альтишников. И сразу захотелось. И у меня появилась возможность поступить по Олимпиаде. Моя профессия – IT. И я участвовал в нем, но, к сожалению, выиграл. И занял второе место. Но человек, который занял первое место, отказался от этого. И я, возможно, сошелся и поступил». Как отмечают специалисты, проблема нехватки кадров в IT-отрасли с каждым годом будет становиться острее. В Якутии создают различные площадки, коммерческие школы и специальные конкурсы для привлечения молодых людей в мир IT-технологий. «Мы часто ездим, бываем в населенных пунктах, даже в сельских районных центрах, где появился хороший интернет. И нам говорят о том, что появились ребята, которые разрабатывают уже приложения, разрабатывают определенные программы. Естественно, у нас в Якутии всегда были таланты именно в этом направлении. Это математика, информатика. И сейчас, я думаю, IT-технологии вполне возможно, что наши ребята одолеют и будут разрабатывать такие хорошие программы, которые будут востребованы на мировом уровне. Это вполне возможно». Конкурс проходит в третий раз. В этом году он соберет более 100 участников со всей Якутии. Заявки принимаются до 18 марта. Кто выиграет обучение в одном из крупнейших вузов России, станет известно 9 апреля. Петр Говоров, Илья Сыромятников, Владимир Павлов, Егор Максимов. Якутск, Санкт-Петербург.